Некоторые футболисты готовы пойти на многое, чтобы пошатнуть уверенность соперника. Для этого они устраивают различные провокации, придумывают психологические уловки. Но если одних это ломает, то другим наоборот придают дополнительные мотивации. И сегодня я расскажу вам о том, как футболистов настигла месть и карма за их поступки. Друзья, но перед началом ролика советую заценить мой телеграм-канал. Там я рассказываю об актуальных новостях, например, о том, как Зидан в скором времени станет тренером ПСЖ, или как Флорентино Перес, готов помочь Барселоне. А также часто выкладываю интересную статистику и не забываю выкладывать забавные мемы. Надеюсь на вашу поддержку. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну а теперь желаю всем приятного просмотра. В прошлогоднем четвертьфинале Лиги чемпионов между Ливерпулем и Мадридским Реалом на Энфилде капитан красных Джеймс Милнер постелился в очень грубый подкат против нападающего сливочных Карима Бензима. Англичанин пошел в отбор прямой ногой и едва не травмировал французу лодыжку. Но, к счастью, все обошлось. Тем не менее, одноклубник Бензима Казимиро в оставшейся части встречи постоянно держал этот эпизод в уме. Чуть позже бразилец отомстил Милнеру и буквально скосил его на левой бровке. Что интересно, наставник Реала Зинадин Зидан в этот момент просто стоял и улыбался. Годами ранее в одной восьмой финала против Баварии нападающий Ливерпуля Садио Мане не смог воспользоваться моментом у ворот мюнхенцев в первом матче на Энфилде. Выбив мяч у синегальца из-под ноги, Йозу Акимих демонстративно начал радоваться, чтобы психологически воздействовать на соперника. Но в ответ на это Мане лишь улыбнулся, а спустя пару недель в ответной встрече показал немцу, что его не стоит недооценивать. Игрок воспользовался грубой ошибкой обороны Баварии и голкипера Мануэля Нойера, после чего издевательски отправил мяч в сетку. В конце концов Ливерпуль прошел дальше, а мюнхенцы впервые с 2011 года вылетели из турнира на стадии 1-8 финала. В матче чемпионата Турции во время атаки одной из команд нападающий находившийся в выгодной позиции перед воротами попросил от своего партнера передачу, но тот проигнорировал эту просьбу и в итоге решил пробить сам. Когда голкипер справился с ударом, стоявший перед воротами форвард начал психовать и размахивать руками, но, получив мяч отскоком от вратаря, не смог поразить пустые ворота и попал в защитника. Чем же это назвать, если не кармой? В прошедшем сезоне АПЛ в выездном матче Манчестер Юнайтед против Ньюкасла случился весьма интересный эпизод. Вингер Сорок, Райан Фрейзер в одном из эпизодов очень грубо сыграл против защитника Красных Дьяволов Алекса Телеша, но судья так и не зафиксировал фолл после столкновения. Тем не менее, Криштиану Роналду решил не оставлять поступок шотландца безнаказанным. Португалец прибежал с чужой половины поля и на страшной скорости буквально влетел в Фрейзера, который мигом рухнул на газон. Как вы считаете, правильно ли поступил Криштиану, отомстив за своего одноклубника? Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк частенько отличался высокомерными выходками. К примеру, в матче против Челси на Стэнфорд-Бридж в сезоне 2019-20, после успешного единоборства с Нголо Канте, Вирджил посмотрел на француза презрительным взглядом. Тем не менее, в поединке между сборными Нидерландов и Норвегии защитника настигла карма, в роли которой выступил нападающий Эрлинг Холланд. Мало того, что форвард забил издевательский гол в ворота голландцев, так еще и в одном из эпизодов сломал Ван Дейк у палец. Конечно, это нельзя назвать прямой местью, но скорее этот эпизод демонстрирует то, что даже великие игроки не могут относиться с высокомерием по отношению к сопернику, иначе они и сами могут оказаться в такой ситуации. С игроками Ливерпуля это еще не все. В финале клубного чемпионата мира против Фламенго защитник бразильцев Рафинье прихватил нападающего Саадио Мане, чтобы тот не убежал в контратаку. Сенегалец бурно отреагировал на этот поступок и в ответ отмахнулся, завалив соперника на газон. Судья посчитал поведение Мане неприемлемым, вследствие чего наградил игрока горчичником. Вот только одноклубник Саадио Эндрю Робертсон оказался более злопамятным, чем Сенегалец. Чуть позже защитник специально влетел в Рафинью в эпизоде, где бразилец уже давно расстался с мячом. Излишняя самоуверенность Серхио Рамоса в первом матче 1-8 финала Лиги чемпионов сезона 18-19 против Аякса, возможно, стоила Реалу выхода в следующий раунд. Под конец игры, где сливочные побеждали 2-1 на выезде, капитан команды специально получил желтую карточку за фолл на Каспере Дольберге. Испанец был уверен, что в ответ на матчи партнеры справятся и без него, и хотел подойти к четвертьфиналу без риска дисквалификации. Об этом Серхио не раз признавался позже, из-за чего в итоге был дисквалифицирован на два матча. Тем не менее, прогноз Рамоса оказался совсем неточным. В ответном матче амстердамцы разгромили Реал на Сантьяго-Барнабеу со счетом 4-1 и прервали их серию из трех подряд побед в Лиге чемпионов. Интересно, что чувствовал Рамос, когда наблюдал за этой игрой. Игрок сборной Ирана Саид Эзоталахи очень грубо сыграл против Рикардо Куарежми в матче группового этапа чемпионата мира 2018 против Португалии. Тем не менее, его отбор был чистым, и поэтому судья не стал останавливать игру. Вот только обиженному Куарежми было уже все равно. Нападающий сперва корчился от боли, а затем поднялся на газон и при первой же возможности со всей злости влетел в Эзоталахи, за что получил от орбитра желтую карточку. В карьере Вирджила также бывали моменты, когда ему самому приходилось мстить. Один из них случился в четвертьфинале Лиги чемпионов на Этихаде против Манчестер-Сити в сезоне 17-18. Когда ниндерландец был с мячом на левой бровке, нападающий горожан Рахим Стерлинг оттолкнул его и заставил ошибиться. Но судья не стал фиксировать фолл. Позже англичанин получил обратную передачу от партнера и выкатил передачу на Габриэля Жезуса, который поразил ворота Лориса Кариуса. Чуть позже Ван Дейку удалось поквитаться со Стерлингом. После чистого подката голландец прокатил соперника на своей спине и начал подниматься, чем вызвал его негодование и отмашку. К сожалению, для Ван Дейка провокация не совсем удалась, ведь судья так и не удалил Рахима с поля. В бытность игроком мадридского Реала Серхио Рамос всегда любил подоставать футболистов Барселоны в Эль Классику. В сезоне 2017-18 жертвой испанца стал нападающий синегранатовых Луис Суарес. Во время опасной атаки Барса защитник сделал подножку Ругвайцу и завалил его на газон. После этого Серхио подошел к форварду и, предъявляя ему претензии в симуляции, начал поднимать игрока на ноги. Суарес не оценил этот поступок и начал спорить с Рамосом. Вот только эти споры ни к чему в итоге не привели. Зато чуть позже Лионель Месси спал на отомстил за своего партнера. Когда Рамос находился на левой бровке, аргентинец грубо скосил обидчика Суареса, за что получил желтую карточку. В сезоне 2016-17 Лион потерпел очень обидное поражение в принципиальном дерби с Сент-Этьеном. Мало того, что святые победили в том матче 2-0, так футболисты Лиона еще и не смогли совладать с эмоциями и завершили ту игру с двумя удалениями. Сперва за неспортивное поведение поле покинул Максим Гонолон, а затем за грубый подкат в раздевалку ушел полузащитник Карантен Талисо. Тем не менее, спустя 4 месяца Лион сполна поквитался со своими обидчиками. В очередном выездном дерби против Сент-Этьена дети разгромили соперников со счетом 5-0. Нападающий Нобиль Фекир отпраздновал один из голов весьма провокационным способом. Француз снял футболку и начал показывать свою фамилию болельщикам Сент-Этьена. Фанаты настолько озверили, что пробрались на стадион, но, к счастью, в большой неразберихе никто не пострадал. Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду в сезоне 2012-13 стал жертвой очень грубой игры со стороны защитника Леванте Давида Наварро. В единоборстве с соперником португалец получил локтем в глаз, но арбитр оставил этот эпизод без внимания. В итоге Роналду пришлось доигрывать матч с Большим Фингалом, из-за которого форвард практически был лишен одного глаза. Пока врачи оказывали помощь португальцу, болельщики Леванте нещадно его освистывали, но чуть позже Роналду смог отомстить, и для этого ему оказалось вполне достаточно одного глаза. После подачи штрафного от Хаби Алонса Криштиану мастерски подкараулил ошибку защитника и вонзил мяч в сетку ворот Леванте. В матче между сборными Бразилии и Аргентины полузащитник Леандро Паредес очень бурно отреагировал на попытку Филиппе Каутинью пойти в рискованный отбор против бывшего одноклубника Леонели Месси. Между игроками завязалась словесная перепалка, но после нее Каутинью нашел свой способ мести. Во время одной из атак сборной Бразилии полузащитник оставил в дураках своего обидчика, прокинув ему мяч между ног. Чуть позже Паредеса наказал Дани Алвес. Защитнику было достаточно сделать один ложный замах, чтобы аргентинец в недоумении рухнул на газон. А этот случай прекрасно демонстрирует то, что лучше не злить Месси. В первом четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 18-19 между Манчестер Юнайтед и Барселоной защитник Красных Дьяволов Крис Смоллинг пытался сдержать нападающего каталонцев Леонеля Месси всеми возможными способами. Еще перед игрой Крис и Сульшер заявляли, что не будут фокусироваться лишь на Месси. Например, Смоллинг сказал в интервью, «У Лео есть слабость, о которой знаю только я». И, вероятно, тактика заключалась в совсем нефутбольных моментах. В некоторых эпизодах англичанин не стеснялся действовать откровенно грубо. В одном из моментов Смоллинг явно переборщил и в столкновении с аргентинцем разбил ему нос. Конечно, можно сказать, что Крис сделал это ненамеренно, и Лео не был зол на англичанина, но это не так. И вот момент, не попавший в трансляцию, который полностью доказывает это. После игры с Котт Мактоминой через соотечественника Месси, Серхио Ромеро, попросил футболку Лионеля. По словам Скотта, изначально Лео отказал партнеру по сборной, поскольку посчитал, что именно Мактоминой разбил ему нос. Ромеро вернулся к Скотту, но тот заявил, что это был не он. Ну и в конечном итоге Мактоминой получил футболку Месси, чем похвастался в соцсетях. И, как мы понимаем из этого интервью Мактоминой, Лео точно затаил обиду на Смоллинга. На Олд Траффорд Месси забить так и не смог, но зато сполна сумел поквитаться с обидчиком в ответной встрече на Камп Ноу. Сперва нападающий поразил ворота Дехея после того, как сместился в центр с фланга и пробил в дальний угол, как раз из-под Смоллинга. Во второй же раз ему явно помог голкипер. Удар Месси был не самым сложным, но Дехея допустил грубейшую ошибку и пропустил мяч под мышкой. Кстати, забавно, что после первого матча Смоллинг сказал, «Мы поговорили после матча и пожали руки. Он знал, что это была случайность». Но Крис забыл упомянуть, что руку он пожал в тот момент, когда Месси не знал, кто был реальным обидчиком. И все это ради капли крови. Нет! Реакция на провокации может быть разной. Если дать волю эмоциям, последствия могут быть очень плачевными. Но как бы там ни было провокатора, рано или поздно все равно настигнет месть или карма, о чем мы сегодня в лишний раз убедились. Друзья, в недавнем видео я задал вам такой вот вопрос. Ну и вот первые шесть человек, которые сумели правильно справиться с задачей. И теперь я хочу задать вам новый вопрос. Назовите четверых футболистов, которые в 21 веке имеют больше всего наград игроку матча на чемпионатах мира. Три футболиста становились игроком матча шесть раз, а один – пять раз. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране.